Ну, обрадовались, поставили. Ну, было один месяц, наверное, хорошо. Убирали, да. Ну, полтора, да. Этот раз пришла, смотрю, свалкой. Радость сменилась огорчением. Контейнеры переполнены, хотя появились они тут совсем недавно. Теперь мусор выбрасывают прямо на землю. В СНТ строитель уже три недели не вывозили мусор, говорит Лариса Галямова. Участок женщины находится напротив захламленной территории. Мусор по ветру разлетается. Вот что можно, ходим, собираем. Антисанитария, что еще сказать. Запах. Очень неприятно, конечно, неприятно. Мусор уже начал попадать и в лес. По мнению людей, это настоящая экологическая катастрофа. Вывозить хлам самостоятельно могут не все. Потому количество отходов с каждым днем продолжает расти. Здесь мы живем. Все-таки отдыхаем. Половину работаем, наполовину отдыхаем. Рядом лес. Жалко просто лес. Лес наш жалко. Вот нашу природу жалко. По словам дачников, проблема очень обострилась, когда антисанитария достигла своего максимума. Здесь все чаще можно встретить мышей, большое обилие насекомых и даже собак, которые этот мусор растаскивают по всей территории. Решить эту проблему мог бы председатель СНТ. Однако, по словам дачников, на связь он не выходит. Наши просьбы о вывозе мусора. Телефоны практически никто не берет, не отвечает. И, видимо, забыли. И вот получилась такая неприятная картина. Сами видите. Нарушается экология, грязь, антисанитарии. Однако нам все же удалось связаться с ним. Председатель СНТ-строитель с дачниками не согласен. Утверждает, что мусор вывозили максимум неделю назад. А перестали это делать из-за сломанной техники. Однако, в ближайшие дни положение обещали исправить. Машина будет здесь появляться два раза в неделю. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.